Как известно, Land Rover переставил свой Defender на современные рельсы. Однако некоторые фанаты легендарного Гряземеса оказались не рады этому факту. Один из них, Джим Рэдклифф, глава английского химического концерна Ineos, решил действовать кардинально, создав собственный Defender под названием Grenadier, то бишь Гренадер. Упрямый британец просил Land Rover продать ему права на классическую машину, но встретил резкий отказ. Более того, британский производитель автомобилей даже подавал иск против нового прочтения его классики. Но проиграл, так как судья нашел достаточно различий между классическим Def'ом и новодельным Гренадером. И вот продолжение истории. Отказавшись продлить жизнь Defender руками частников, Land Rover неожиданно подарила права на облик старого внедорожника и всю документацию своей дочерней фирме Bowler. Последнее известно раллиными внедорожниками, а теперь подготовит и целое семейство дорожных машин, внешне похожих на культовый 110-й, но по цене около 200 тысяч фунтов. Технически новинка повторит прежние модели фирмы Bowler. Это будет мощнейшая рама, на которую установлен штатный каркас безопасности и навешаны полностью независимые подвески. Под капотом появится 5-литровый компрессорный V8 мощностью 575 сил. Что же, все логично. Продав лицензию, Land Rover заработал бы один раз, а тиражируя дорогущие Bowler сможет получать деньги и, весьма неплохие, с каждой проданной машины. Напомним, что Jaguar Land Rover решила прикупить фирму Bowler под занавес прошлого года. А теперь обратимся к непосредственному виновнику этой заварушки. Новый Land Rover Defender оказался дороговат. Скажем, в России даже базовая версия новинки стоит около 4 миллионов рублей. Между тем, публика страждет более доступных вариаций. И такие будут. Во всяком случае, мировая пресса уже анонсировала появление Baby Def'а. Что это будет, пока не слишком понятно. То ли упрощенное исполнение нынешней машины, то ли вполне самостоятельная разработка, то ли небольшой кроссовер с приставкой Sport, по примеру, Ford Bronco и Land Rover Discovery. В любом случае, внедорожнику сватают полуторалитровый движок и индийскую платформу, так как марка Land Rover уже давно принадлежит корпорации Tata. Субтитры создавал DimaTorzok